Арина, может быть, и на большее мог рассчитывать. Парма против Ромы. Очередной яркий и в чем-то даже с элементами сумасшедшинки матч с участием команды с Дэна Каземана. Рома отжигает в каждом туре, но только вот ее поклонникам от этого не легче, потому что очков мало у команды. И вот эти вот яркие, насыщенные матчи, матчи-спектакли оборачиваются, как правило, разочарованиями. Так складывается начало сезона и во все уже идут разговоры, что может Земон и в скором времени лишиться работы. Хотя его любят болельщики, он спустя 13 лет вернулся в Рому, и все помнят, что Земон это атакующий футбол, это зрелище всегда. И Рома начинает за здравие в этом матче и открывает счет в самом начале встречи Эрик Ламела. Посылает мяч в сетку ворот на восьмой минуте. Ламела забил два мяча в предыдущем туре, хотя Рома в итоге потерпела поражение. Ну и вот сейчас в начале матча против Пармы аргентинец бьет точно. Дождь проливной в Парме, как видите, и это осложняет задачу футболистам. Получает травму Карвалио-Маури, весь в крови уходит с поля и вынужден делать замену Роберто Донадони, наставник хозяев. Парма атакует, Бьебьяни врывается в штрафную. Стекелинбург мешает ему забить, но атака продолжается и здесь совсем чуть-чуть не хватает хозяевам до успеха, до удачи. Но они продолжают действовать активно, оборона Рома отнюдь не безупречна и все это в итоге приводит к тому, что счет сравнивается. Исаак Бельфудиль забивает тот самый, который вышел на замену вместо Амаури. Бельфудиль, видите, выиграл силовую борьбу, поставил корпус, вошел в штрафную и точно пробил поворотом. Три четвертой минуты 1-1. Атака правым флангом, мяч застревает в луже и все-таки повторным касанием Марко Пароло переправляет его в сетку. 2-1 в пользу Пармы и всего лишь три минуты разделили голы Бельфудиля и Пароло. Поле постепенно приходит в негодность, превращаясь в болото. Вот, кстати, в отношении этого матча были сомнения, начинать ли игру или нет вообще. В итоге начали и сыграли, но во втором тайме совсем сложно было футболистам. Они сражались не только с соперниками, но и с Полем тоже. Рома еще до перерыва пытается отыграться. Вот мощная атака. Брэдли бьет поворотом, но мяч в сетку не попадает. Очень хорош вратарь Антонио Миранте. После первого тайма у Ромы происходит замена вратаря. Мауро Гайковичея занимает место в рамке вместо Мартона Стекелинбурга выходя. Ну и перед Ромой стоит задача отыграться. Пока видите, что Бельфудиль получает же эту карточку. Это 53-я минута. Контратака в исполнении Пармы. Пас Бьебьяни. И Бельфудиль мог бы уже забегать вместе с мячом в ворота, но он этого не сделал. Однако атака все равно завершается взятием ворот. Кристиан Заккардо, защитник, чемпион мира 2006 года, бьет. И мяч пересекает линию ворот. 65-я минута. 3-1 в пользу Пармы. Рома продолжает атаковать. Тотти подходит к 11-метровой отметке. Не забивает сразу, но повторным ударом отправляет мяч в сетку. Счет становится 3-2 на 71-й минуте. Вот в этом эпизоде Бельфудиль выручил свою команду. Но перед этим сам же ошибся, потому что слишком далеко. Вышел из ворот и пришлось тянуться. Красивый момент. Ну а Бельфудиль в концовке матча удаляется с поля. Вот так вот он жестко пошел. Накладка. Арбитр показывает вторую желтую карточку Бельфудилю. И тот вынужден покинуть поле за 5 минут до финального свистка. Но в итоге Бельфудиль забивает гол и получает две карточки.